Выселение по правилам демократии. Какие вопросы скоро будут решать двумя-третьими голосов, расскажет новости ЖКХ. В России изменятся правила выселения из аварийного жилья. Если какая-нибудь семья упрется рогом и не захочет покидать хибару, которая разваливается, ее можно будет особо и не спрашивать, и в суд не подавать. Достаточно двух-третей голосов соседей, и бунтарей можно выселять в принудительном порядке. Такую реформу анонсировал бывший премьер Сергей Степашин, который входит в Наблюдательный совет Фонда содействия реформированию ЖКХ. В свете массового переселения из ветхих аварийных домов на Ямале, грядущие пять лет информация любопытная. Еще одна важная деталь. Скоро в России вообще исчезнет разделение на ветхое аварийное жилье. Сейчас у нас как? Если дом очень плохой, но на голову кирпичи не падают, а может даже и падают, но эксперты не признали его аварийным, жить в нем можно. Все тот же Сергей Степашин настаивает на том, чтобы ветхие дома автоматически признавать аварийными. Еще один шажок в ЖКХ 21 века не за горами. А пока у нас идет промывка сетей холодного водоснабжения на севере Нового Уренгоя и плановые отключения. 27 и 28 июля они продолжатся на улице Губкина. Следите за информационными стендами возле домов и подъездов. Немного о торжестве справедливости. В Лабытнанге управляющую компанию с говорящим названием «комфортный дом» наказали за весенний потоп. Талые воды, просочившиеся сквозь дырявую крышу, нанесли материальный ущерб хозяевам одной из квартир на сумму 157 тысяч рублей. Кроме того, жильцам присудили 10 тысяч морального ущерба. Если с вами случилось нечто подобное, не бойтесь добиваться своей правоты вместе с Сергеем Рунько телерадио компании Sigma для Нур-24.